По вашему поручению, Верховным судом подготовлен целый ряд законопроектов, направленных на улучшение качества и оперативности национального правосудия. Представляемый сегодня законопроект направлен на улучшение качества уголовного правосудия и полную реализацию права наших людей на судебное вжалование всех постановлений, без исключения, включая решение Верховного суда. Структурно состоит представляемый законопроект из двух частей. Первая часть – это завершение введения апелляции в суды всех уровней, включая Верховный суд, как апелляционную стадию проверки. И вторая часть, она более объемная – это введение новых институтов в наш уголовное судопроизводство и улучшение последующих стадий нашего судопроизводства, стадии судебного надзора. То есть проверка законности состоявшихся приговоров уже после вступления в законную силу. Да, на протяжении последних десяти лет мы последовательно и очень осторожно вводили институт апелляции в наше уголовное судопроизводство. Институт апелляции – это проверка законности судебных решений, не вступивших в законную силу. Как правило, у нас обжалуется каждый пятый приговор в таком режиме. Но остальная часть приговоров остается практически 80% вне поля зрения апелляционной проверки. И, конечно, для этого требуется следующая стадия проверки, уже вступивших в законную силу приговоров. Если говорить о введении апелляции, то… Вы сказали, разница апелляции касаться вообще? Да. Потому что апелляция проверяет законность не вступивших в законную силу приговоров, а последующие две стадии… То есть суд прошел, принято постановление суда, ну там 10 или сколько дней, не вступает постановление и апелляционная жалоба не вступившего… Да, проверяется в апелляционном суде. В апелляционном суде. А касация, когда уже прошли сроки, вступил в силу постановления… Касация в новой международной терминологии и вторая стадия судебного надзора, они будут проверять судебные решения, уже вступившие в законную силу и даже может быть исполненной. Ну вот, чтобы люди поняли, в чем это разуме… Вот в этом смысл отличия апелляции. Дело в том, что апелляционный порядок, он продусматривает очень широкие возможности для суда апелляционной инстанции корректировать судебные нерушения, не вступившие в законную силу, без направления на новое судебное рассмотрение. Вот в этом принципиальное отличие и то, что нам уже удалось за этот период времени, это предельно сократить число повторных судебных заседаний. Вот одна цифра. Из 7500 дел, рассмотренных в апелляционном порядке в прошлом году, на новое судебное рассмотрение в районные суды было направлено только 45. Поэтому институт апелляции получил уже полное право в нашем судопроизводстве, он полностью реализован. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы этот институт распространить нарушения Верховного суда, которые до настоящее время являются окончательными, не подлежат апелляционному обжалению и вступают в законную силу немедленно. То есть, если Верховный суд принял решение до вступления в силу, надо и решение Верховного суда проверять в апелляционном порядке? Пока это не так. Но мы хотим ввести. Да. А мы предлагаем в первой части этого законопроекта как раз возможность предусмотреть, возможность обжалования в апелляционном порядке и решения Верховного суда. Для этого в Верховном суде будет создаваться специализированная инстанция, апелляционная инстанция. Нам не проработан механизм создания этой судебной инстанции и структура ее. Она не потребует каких-то дополнительных бюджетных ассигнований, дополнительных структурных созданий, преобразований. И это все будет образовано за счет существующей численности судей Верховного суда. Таким образом мы полностью реализуем право на наших граждан, это конституционное право на наших граждан на обжалование в судебных постановлениях, независимо от их уровня. Валентинович, ну люди, вот журналисты, слушая вас, могут сказать, ну что, апелляционная жалоба на решение Верховного суда, на постановление Верховного суда обратились куда? Куда люди? Ну естественно Верховный суд. Верховный суд, да. И Верховный суд сам себя будет там проверять. Ну могут люди сказать. Нет, не сам себя. Здесь будет специально создаваться специальная коллегия для рассмотрения апелляционных дел. Для этого будет отдельная судья, наиболее опытная судья, члены Президиума Верховного суда. Они не связаны с рассмотрением дела в первой инстанции Верховного суда. И конечно это будут люди абсолютно... Но люди говорят, рука руку моет. Ну, Александр Григорьевич, другой структуры, при наличии компетенции такой Верховного суда, предусмотреть просто невозможно. Невозможно, ее нет. Поэтому вот такая наиболее эффективная структура, она не наша, так сказать, ноу-хау, так и в пяти судах из стран СНГ, Верховные суды наделены правом рассмотрения дел по первой инстанции. У нас сегодня четыре надзорных инстанции, следующие, которые проверяют приговоры, вступившие в законную силу. В проекте предлагается сделать две инстанции только, но значительно повысить качество и уровень рассмотрения дела вот в этих двух надзорных уже инстанциях. Это международная норма, международные правила, и, в общем-то, по такому принципу построены все судебные системы и на постсоветском пространстве, и в Европе. Поэтому в международной терминологии следующие две стадии, это стадия касационного рассмотрения и затем судебного надзора. Надзор будет концентрироваться только в Верховном суде. Вот такие две стадии, которые создают дополнительные гарантии для проверки законности, обоснованности и недопустимости необоснованного суждения граждан. На наш взгляд, это оптимальное решение. Мы синхронизируем свои процедуры судебные с странами Евразии, с другими странами постсоветского пространства. Ну и, кроме того, здесь мы учитываем ошибки, которые были уже допущены в ходе реформирования судебных систем других стран СНГ. И у нас есть собственный опыт положительный. Экономические суды в рамках нашей общей системы судов и юрисдикции уже 10 лет работают именно в таком формате, именно работают по таким принципам. И сегодня нам важно привести не только экономическое правосудие, но и уголовное, и гражданское, к таким же единым процедурам. И, кроме этого проекта, нами подготовлен проект о переходе на гражданском правосудии, вот на такие же судебные процедуры. Проект уже находится в администрации президента. И, таким образом, все наши виды правосудия, гражданское, уголовное, экономическое, будут работать по одним и тем же процедурам.